Как мы уже выяснили, программы хранятся в файловой системе на накопителе, то есть жестком диске или SSD-шке. Когда мы запускаем программу, она загружается в оперативную память, так как скорость чтения с жесткого диска или даже SSD-шки относительно низкая, а процессор работает на больших скоростях. Как правило, большие программы загружаются в оперативную память не полностью, а по мере необходимости. При этом для каждой программы создается иллюзия, что она единственная в оперативной памяти, то есть для нее создается так называемая виртуальная память. Также программа при запуске загружает какие-то файлы, будь то файлы настроек или пользовательские файлы. Как например, если мы запускаем nano файл, то в память загружается как сам userbin nano, его настройки etc.nano.rc и tilde.nano.rc, всякие библиотеки необходимые для работы nano и сам файл, который мы открываем. Кроме этого, также в запускаемой программе передаются переменные окружения и еще много всего. Ну и находясь в оперативке, эта программа делает какие-то вычисления с помощью центрального процессора, обрабатывает данные и сохраняет на диске. И совокупность всего этого называется процессом. Иногда одной программе бывает нужно выполнить несколько операций параллельно. Представьте себе сложное математическое уравнение. Есть всякие скобки, умножения и прочее. Такое уравнение можно разделить на составляющие, и компьютер может разом выполнить все по частям, а потом, используя результаты, получить простое уравнение и выполнить его. Или допустим, веб-сервер. К нему обращается много клиентов, и каждого из них он должен обслужить и желательно параллельно. Для этого один процесс может разделяться на так называемые потоки. Все они используют общую виртуальную память. У каждого процесса есть как минимум один поток. Итак, выполняемая программа это процесс. Начнем с того, что администратору важно видеть список процессов. Для этого есть несколько способов. Начнем с утилиты PS. Если просто запустить PS, мы увидим список процессов, запущенных в этом терминале. Как вы заметили, вывелось две строчки. Bash и PS. При том, что PS у нас выполнился за какие-то доли секунды, он у нас все равно виден в выводе. Потому что PS делает эдакий скриншот процессов именно в момент выполнения. Поэтому он и видит сам себя. Вообще, PS работает с тремя видами ключей. Unix-овыми. Они обычно начинаются на один дефис. BSD-шные. Вовсе без дефиса. И гнушные. Как правило, это слова. Поэтому, чтобы не счесть их за комбинацию букв, используются два дефиса. Если посмотреть MAN, можно заметить очень много дублирующихся ключей. Но в MAN документация по PS огромная, да и все ключи знать не нужно. Достаточно выучить какую-то одну комбинацию. Допустим, PS-Defis-EF, которая подойдет в большинстве случаев. А если вам понадобится что-нибудь конкретное, то всегда можно погуглить или найти в MAN. Как видите, вывод у PS довольно большой и не помещается на экране. Поэтому обрезается сбоку. Чтобы мы могли нормально прочесть, мы можем передать вывод PS команде less. Правда, по умолчанию less переносит текст на новые строки, из-за чего сбиваются столбцы и бывает проблемно прочесть. Поэтому less лучше использовать с ключом s, который не переносит на новую строку. Но давайте разберем, что означает ключи и как читать вывод. Ключ E выведет все процессы всех пользователей. Да, процессы запускаются от имени пользователей. От этого зависит, какие права будут у процесса. Допустим, если я запускаю программу nano от пользователя user, то программа может работать с моими файлами. А ключ F показывает чуть больше информации о процессе. Давайте пройдемся по столбикам. Первое. UIT. User ID. Пользователь, который запустил процесс. Большинство процессов в системе запущено от пользователя root. Его также называют суперпользователем. Это юзер, у которого есть все права на систему. По возможности люди стараются не использовать root везде. Если у программы будет какой-то баг или уязвимость, и она будет запущена от root, то программа может сильно навредить системе. Поэтому для программ, которые не требуют особых прав, обычно создают сервисных пользователей. Как правило, при установке программы она сама все это настраивает. Ну и наконец, у нас есть программа, запущенная от нашего пользователя. Как видите, я вроде ничего кроме эмулятора терминала не запускал, а в системе уже пару сотен процессов. Второй столбик. PID. Process ID. Идентификатор процесса. Он уникальный для каждого процесса, но совпадает для потоков одного процесса. Когда программа завершается, она освобождает номер, и через какое-то время другая программа может использовать этот номер. С помощью этих номеров мы можем управлять процессами. Третий столбик. PPID. Parent Process ID. Идентификатор родительского процесса. Почти все процессы в системе были запущены каким-то другим процессом. Допустим, когда мы запускаем эмулятор терминала, а в нем Nano, то родительским процессом для Nano является Bash, который был запущен в эмуляторе терминала. Родительским процессом для этого Bash является GNOME Terminal Server. Процесс, управляющий эмуляторами терминалов в этом рабочем окружении. Родительским процессом для него является SystemD User. А для этого процесса родительским процессом является первый процесс, то есть SystemD. О нем мы поговорим в другой раз. Четвертый столбик. C. Использование процессора данным процессом. Много где у нас нули, но давайте запустим какое-нибудь тяжелое приложение, допустим Firefox, найдем этот процесс и увидим, что для него это значение отличается от нуля. Пятый столбик. S-Time. Время, когда процесс был запущен. Дальше TTY. Это телетайп. На хабре есть неплохая статья, объясняющая разницу между телетайпом, консолью, терминалом и всем таким. Ссылка в описании. APS в этом столбике говорит, с каким терминалом ассоциируется данный процесс. Обычно процесс, запущенный системой и не требующий графики, вывода информации на экран, не связан ни с каким терминалом. Процессы, требующие графику, завязаны на каком-нибудь виртуальном терминале. О них я говорил ранее. Можно заметить, что тут указано TTY1 и TTY2. Если нажать правый Ctrl F1 или Ctrl F2, можно увидеть, что именно здесь у нас запущен графический интерфейс. При переходе на Ctrl F3 и так далее, открывается виртуальный терминал. А для эмуляторов терминала, здесь могут быть значения PTS1, PTS2 и тому подобное. Все это псевдотерминалы. Еще одно поле, TIME, это сколько времени процессор потратил на работу с данным процессом. Вы можете заметить, что здесь сплошные нули. Потому что большинство этих процессов не требует и секунды процессорного времени. Но если немного поработать с тем же браузером, то это время будет расти. Кстати, чтобы мне не приходилось постоянно запускать эту команду, я могу использовать команду WATCH. Эта команда будет каждые 2 секунды запускать указанную команду. Итак, мы видим, что параметр TIME для нашего браузера постоянно увеличивается. Ну и последнее, CMD. Это команда, которая запустила процесс. Некоторые значения в квадратных скобках. Для таких процессов PTS1 не смог найти аргументов. Обычно это процессы самого ядра. Ладно, с выводом PTS разобрались. Теперь мы знаем, где найти информацию о процессах. Но помните, я говорил, что в UNIX подобных системах придерживаются идеи «все есть файл». И даже процессы у нас представлены в виде файлов. Но хранить информацию о процессах на жестком диске нецелесообразно. Какие-то процессы существуют долей секунды, а какие-то появляются и удаляются сотнями. Ростский диск не подходит для такого. А вот в оперативной памяти информацию о процессах можно спокойно хранить и представлять в виде файлов. Но раз уж речь идет о файлах, то нам нужна файловая система. И вот ядро действительно создает так называемую виртуальную файловую систему, которая существует только в оперативной памяти. Вообще этих виртуальных файловых систем несколько. Они используются для разных задач. Мы о них поговорим в другой раз. Но сейчас нас интересует файловая система PROCFS. Она примонтирована в директорию PROC. Если посмотреть содержимое этой директории, мы увидим кучу директорий и файлов. Директории вам ничего не напоминают? Именно это номера процессов, то есть PID. Ядро операционной системы генерирует эту информацию на лито. Стоит нам посмотреть, мы увидим актуальную информацию. Вообще в этой директории, кроме директории процессов, есть много других файлов. Допустим, VERSION показывает нам информацию о версии ядра. Или Uptime информацию о том, сколько секунд включена система. Но в секундах непонятно, поэтому легче использовать утилиту Uptime. Кстати, постарайтесь самостоятельно найти, что означает второе значение в файле Uptime. И напишите в комментариях так, чтобы было понятно всем. Ну и давайте посмотрим, что же такого в директориях процессов. Найдем PID процесса, допустим, того же Firefox. И зайдем в эту директорию. Тут у нас тоже куча файлов, которые относятся к нашему процессу. Эти файлы нужны не столько для людей, сколько для программ. Какие-то из этих файлов мы можем прочесть. Например, CMDLINE. Тут отображена команда, которая запустила процесс. Или ENVIRON. Те перемены, которые передались процессу при запуске. Или STATUS. Какие-то из этих строчек понятны, а какие-то без гугла не разберешь. Знать все это не нужно. Но со временем, углубляясь в теорию и сталкиваясь с какими-то проблемами, вы начнете разбираться в этих файлах. Итак, что такое процессы и где достать информацию о них, мы разобрались. Осталось разобраться, что можно делать с процессами. Но это большая тема, и придется ее вынести в отдельное видео. Расскажите в комментариях, что вы думаете об этом видео. Что вы думаете о предыдущих. И если есть те, кто изучал все это с азов, мне интересно ваше мнение. Как продвигается ваше обучение.